Задача. Через точку А плоскости АВС провести горизонталь, фронталь и линию наибольшего ската. Здесь у нас есть особенности. То, что наша плоскость задана двумя пересекающимися прямыми. И есть у нас проекция А2В2, В2С2 и соответственно А1В1, В1С1. Но это суть дела, решение задачи не мешает. Хотя мы привыкли делать обычно по-другому. Для проведения горизонтали. И через точку А проводим прямую горизонтальную. Горизонтально, то есть проведем ее параллельно линии пересечения плоскостей. В какой-то точке эта прямая будет пересекать проекцию В2С2. Найдем эту точку, затем эту точку спроецируем, получим точку. И через эту точку проведем горизонтальную проекцию в горизонтали. То есть вот так. Подпишем. Это у нас будет H проекция А2В2. Это будет у нас H проекция А1. Аналогичным образом поступим для построения фронтали. Проведем прямую параллельную линии пересечения плоскостей. Найдем точку, в которой будет данная прямая пересекать проекцию В1С1. Спроекцируем эту точку на проекцию В2С2. Найдем точку пересечения. И далее соединим А2 в полученную точку. И подпишем проекцию полученную. Как? Это у нас будет фронталь проекция 2. И это будет фронталь проекция 1. Все. Горизонталь фронталь мы построили. А теперь осталась линия наибольшего ската. Чтобы ее построить, то мы давайте с вами сначала вспомним, что это такое вообще есть. Здесь на рисунке изображена плоскость В1 и плоскость произвольная, типа нашей А2В2С2, которая располагается под произвольным углом альфа к плоскости В1. Где-то пересекает эта плоскость. Вот по линии пересечения плоскость В1. Вот это и есть линия пересечения. Так вот, линия наибольшего ската есть перпендикулярно опущенная с точки В на линию пересечения. А теперь давайте посмотрим, а где же у нас будет горизонталь здесь. Вот, допустим, этот отрезок прямой параллелен плоскости В1. Значит, является горизонталью. Он же является параллельным с этой линией пересечения. То есть, мораль, все горизонтали, они по своему условию параллельны между собой. И поэтому, чтобы провести линию с наибольшего ската, надо провести перпендикуляр к горизонтальной проекции горизонтали. Значит, вот у нас здесь есть горизонтальная проекция горизонтали. Проведем к ней перпендикулярно. Нормально. Вот в этой точке. Ну и перенесем, соответственно, в точку А. Вот у нас получилась эта линия наибольшего ската и ее горизонтальная проекция. Но теперь вопрос такой, а где же она будет на фронтальной плоскости? Для этого давайте поступим следующим образом. Опять же, проведем перпендикуляр. Ну, вот здесь. В той же самой горизонтали. Две эти линии параллельны, это обе линии ската, да? Ну, проведены через другую точку. Теперь перенесем то, что мы построили. Ну, перенесем ее так, чтобы у нас было, например, вот здесь. Через точку Б проходила линия наибольшего ската. И в каком-то месте она будет пересекать фронталь. Вот в этом месте. Найдем эту точку на фронтале, на фронтальной плоскости. Находим. Вот это будет точка. И точка, обозначим ее как точка. И проведем, соединим эту полученную точку с Б. Вот наша фронтальная проекция линии наибольшего ската. Теперь перенесем ее в точку А. И вот смотрите, здесь у нас линия наибольшего ската. Здесь у нас фронталь. Здесь у нас горизонталь. Задача решена.